На торгах в Париже выставит бесценные письма адмирала о гражданской войне. Более века этот архив бережно хранился во Франции, в семье вдовы адмирала Софьи Федоровны Колчак, Амировой, и ее потомков. На аукцион уникальные документы попали после того, как в марте текущего года ушел из жизни внук адмирала Александр Ростиславович Колчак. Саше Колчаку 12 лет. Фото, Drew at Paris. На продажу будет выставлен 391 лот. Неизвестное детское фото будущего верховного правителя и паспорт лейтенанта Колчака, Евангелие, с которым Колчак не расставался в полярной экспедиции на шхуне Заря, а его сын во Вторую мировую, и послужной список периода Первой мировой, текст Декларации Омского правительства, собственноручно написанный адмиралом, и эмигрантская фотолетопись трех поколений Колчаков. За архивными раритетами история нашей страны в переломное время. И, конечно, личность необычного человека, ставшего объектом поклонения и ненависти миллионов соотечественников. Накануне торгов эксперт Родины познакомился с уникальными архивными документами. Дорогая Саничка! Пожалуй, самая ценная часть архива переписка Александра Васильевича Колчака с супругой Софией Федоровной Колчак, Амировой, и сыном Ростиславом. Свыше сотни документов. Фактически жизненный отчет, который адмирал давал своим близким, будучи вдали от них в самое тяжелое время Первой мировой и гражданской. Дорогая Саничка, точка. Дорогой, милый мой словушек. До сих пор специалисты знали лишь переписку адмирала с Анной Васильевной Тимиревой, не бросившей его даже под арестом в Иркутске в 1920 году. Теперь открыт совершенно новый пласт документов. В иные периоды Колчак практически одновременно писал любимым женщинам, поддерживавшим его. И даже просил супругу в одном из ранних писем передать привет Анне Васильевне, с которой Софья Федоровна дружила. Минус. Минкульт. Мы бы приветствовали желание меценатов купить архивы Колчака на аукционе. И в конце осторожная просьба о воссоединении семьи, хотя бы в Америке, куда уехал Колчак. Другая жемчужина архива тетради эмигрантских воспоминаний вдовы и адмирала. Осмысление прожитой жизни, непроходящая боль, безграничная любовь. Все же лучше понимать, чем я, своего бедного, замученного мужа, никто не мог. Мы были люди одного поколения, одного круга, и самая деятельная пора его жизни прошла на моих глазах. Мы шли рука об руку, хотя и не в ногу, так как. Люди мы были разные. Свою книгу Софья Федоровна собиралась назвать «Две жизни», рассказать о муже и о себе. Нашлось бы на страницах рукописи места и соперницы. Среди выставленных на аукцион документов есть свидетельства о том, как вдова пыталась изъять бумаги адмирала из собиравшегося эмигрантами знаменитого пражского архива. Анна Васильевна Тимирева впоследствии написала об этом, их ей не выдали. И хорошо сделали. В основном это были адресованы мне и неотправленные письма, точка. Ей не надо было их читать. Документы против мифов. Колчака документы архива рисуют разным. Вот перед нами благодарственная телеграмма команды линкора «Свободная Россия», переименованного Колчаком в апреле 1917 года из императрицы Екатерины Великой. Весь личный состав дредноута «Свободная Россия» просят дорогого адмирала принять глубокую благодарность за столь быстрое исполнение нашей просьбы о переименовании. Клянемся честью свободных граждан оправдать высокое название. Верный проводник идеалов февральской революции идет на поводу у матросов. А рядом бережно сохраненное адмиралом и, видимо, дорогое ему письмо солдата Петра Кузьмина, возмущенного арестом начальника Севастопольского порта, солдат предлагает навести порядок, расстреляв Ленина и ему подобных. Противоречивые документы эпохи, своя доля вины Колчака за последовавшую гражданскую войну. Идет самая свирепая и жестокая борьба, в которой не берут в плен, а если берут, то только для того, чтобы создать положение для пленного хуже смерти. Архив рассеивает многие устоявшиеся мифы, например, конспирологическую версию о том, что Колчак был агентом английской разведки. Корни этой версии в августе 1917 года, когда адмирал в составе специальной военной миссии оказался в Лондоне и встречался с представителями британского флота, а поздний перешел на английскую службу. Более ста лет спустя мы узнали из писем супруги, ниже одной из них, от 15 июня 1919 года, почему Колчак это сделал. После отъезда в С.Ш.С.А. В качестве начальника военно-морской миссии переписка с тобой прервалась, хотя я посылал неоднократно письма, но я не знаю, сколько и какие именно дошли до тебя. В Америке я сделал все, что зависело от меня для участия в войне на стороне союзников, но я убедился, что Америка заняла положение в отношении России, исключающей возможность с нею работать. Я решил вернуться в Россию, в армию и продолжить войну с немцами на каких угодно условиях. Это было в октябре 1917 год. Большевицкий переворот произошел во время моего перехода через Тихий океан, и о нем я узнал только придя в Японию в ноябре. Минус. Должна ли Россия выкупить архив адмирала Колчака на аукционе во Франции? Но выполнить это мне не удалось. Я доехал до Сингапура, откуда английское правительство вернуло меня в Пекин и даже в Манчжурию для работы по организации вооруженной силы борьбы с большевизмом. В апреле 1918 год. Я начал эту работу. Но мне пришлось столкнуться с крайне сложной международной обстановкой Дальнего Востока, которая привела меня к конфликту с японским генеральным штабом. Мне пришлось поехать в Японию, причем я очень серьезно заболел. Почти месяц я мог спать только при помощи наркотических средств, но в конце концов я оправился и решил уехать через Сибирь к генералу Алексееву. Речь шла об отъезде к Белым на юг России. Но сложилось иначе. В Омске Колчак узнал о смерти генерала Алексеева и остался в Сибири, предопределив свою судьбу. 1919 год. Челябинск. Александр Колчак инспектирует сербский добровольческий полк. Фото. Гетти Аймаджез. Жестокая борьба, в которой не берут в плен. Жизнь Колчака до весны 1918 года подробнейшим образом отражена в письмах Айне Васильевне Тимиревой. В гражданскую войну они были вместе и, естественно, не переписывались. Но, как оказалось, адмирал продолжал писать супруге во Францию. Эти впервые обнародованные строки написаны поистине кровью. Идет самая свирепая и жестокая борьба, в которой не берут в плен, а если берут, то только для того, чтобы создать положение для пленного хуже смерти. Люди разложились нравственно. При этом Колчак не скрывал фанатичного, непримиримого отношения к противнику и даже гордился этим. Письмо от 16 сентября 1919 года. Все пройдет, и проклятое пятно большевизма будет стерто, как грязь с лица русской земли. Я все-таки положил хорошее для этого основание, и десятки тысяч предателей уже не воскреснут. Он отчетливо понимает, что этот крест нести до конца. Письмо от 22 июля 1919 года. Минус. Золоток Колчака, за что Япония должна России 6 миллиардов долларов. Я переживаю очень трудный период. Большевистские армии потеснили мои силы с Урала, и как всегда в такое время все трудности управления возрастают, и неудачи следуют за неудачами. Два месяца почти, как я сплю 4-5 часов, а то и меньше иногда сам удивляюсь, как справляюсь с той невероятной работой, которую я принял на себя. Но власть есть самый тяжкий труд, и только тот, кто ее имеет, знает, что это такое. Мы ведем. Девятый месяц невероятную борьбу среди самой тяжелой обстановки, где каждый день не знаешь, что случится завтра. Тяжел крест, принятый мною, и только во имя Родины можно нести его. Ужасна среда, в которой приходится работать, невероятный нравственный раскол следствия революции. Мне трудно писать о себе, я совершенно не думаю ни о чем, кроме дела, и у меня нет теперь ничего вне области сложной государственности работы, в которой я несу главную роль и ответственность. Ночное одиночество. Далекая от забот мужа, Софья Федоровна воображала себе его омскую жизнь в виде череды светских приемов, на что адмирал отвечал ей, я живу в одной комнате и не делаю никаких приемов, а пишешь о какой-то светской жизни и спрашиваешь, надо ли сделать прием. Наша Родина разорена и нищая, я не имею много денег, и мое положение, и мое жалование на иностранные деньги составляет 8 тысяч франков в месяц, на которые я живу с восьмую офицерами. Минус. Слова Колчака, произнесенные на станции Нижний Удинск, стали пророческими. Иногда он отсылал в Париж короткие телеграммы через министра иностранных дел. В этих случаях подписывался официальный адмирал Колчак. В письме от 16 сентября 1919 года просил у супруги прощения за то, что редко пишет. Не сердись на меня за мое молчание. Я не могу физически писать в период испытаний, неудач и забот, которые легли на меня тяжестью, о которой никто не может иметь представления, не испытав ее лично. У меня нет личной жизни и я удивляюсь сам своему безразличию, ко всему, что не связано с борьбой, с войной за восстановление Родины нашей. Все остальное далеко от меня, и как-то пустота в отношении себя и всех близких и окружающих меня людей делает меня, вероятно, очень тяжелым и неприятным. Но жребий брошен я буду вести борьбу до конца, шагая через все и не останавливаясь ни перед чем. Он был верховным правителем России, под властью которого находилась большая часть страны, но при этом оставался бесконечно одиноким печальным человеком в своем просторном особняке на берегу Иртыша. 20 октября, в одном из последних писем, он поделился с супругой, «Часто мне приходится работать одному по ночам в своем кабинете, и я завел себе котенка, который привык спать на моем письменном столе и разделяет со мной ночное одиночество». «Милый дорогой мой словушек». Почти до самого конца Колчак наивно верил в свою победу. По сообщению Тартас, Министерство культуры РФ не собирается выкупать выставленный на аукцион в Париже архив адмирала Александра Колчака. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума минист культуры РФ Владимир Мединский. Тем не менее, отметил он, Минкультура оценила бы внимание российских меценатов к архиву адмирала Колчака. «Если будут меценаты среди поклонников адмирала Колчака, купят, привезут в Россию, мы будем это только приветствовать». «Наверное, там много интересного». Яркий и противоречивый человек был. Полностью статья Андрея Ганина будет опубликована в декабрьском номере журнала «Родина». Общество и история, культура, арт, аукционы и коллекции «Родина». «Си. Родина. Реликвия. Персона». Александр Колчак. «Родина. Редактор субтитров А.Семкин»